Всем привет! С вами Нила Нассанс и сегодня мы снова будем вязать коврик. Но теперь не от краев, а от центра. Итак, берем те же Alize Puffy Fine Umbrobatic, но теперь я хочу начать со срединки. И снова берем коврик универсальный 65 на 100. Но теперь для того, чтобы вязать от центра, нам необходимо будет сделать разметку. То есть мы возьмем по краям, сделаем отметочки и будем идти к центру и разметим, как именно по центру первый ряд будет ложиться у нас. У меня есть маркер permanent. Я сейчас все размечу и мы продолжим мастер-класс. Итак, с помощью простых расчетов определили срединку. Берем нитки, повторюсь, что это Alize Puffy Fine Umbrobatic, 500 грамм 73 метра, состав 100% микрополиэстер. Так, берем со срединки, вытаскиваем нить. Если получится, не так уже проста это пряжа. Вытаскиваем как получается, а потом немножечко распустим, чтобы средина у нас была светлая пятнышко. Так, готово. Вот это самое начало, самые слюженные нитки. Ничего, они расправятся. Пусть вас не пугает их помятый вид. Они расправятся, просто они были в клубке под давлением. Итак, заводим нить под низ. В этот раз я определила, что белая сторона будет низом, а цветная будет верхом. Все равно она будет скрыта под нитями. И так, мне кажется, будет красивее. Значит, берем первую петельку, заводим под ковер и в нашей первой отметке начала ряда вытягиваем. Все, начало положено. Первый ряд готов. Второй ряд. В зависимости от того, как вам нравится почасовой или против часовой, вы можете вывести наверх или вниз. Ну, относительно себя. Дальше от себя или ближе? Я ближе к себе вывожу. Очень удобно. То есть, я отступаю только одну ячейку в этот раз. Одну ячейку отступила, во вторую ввожу крючок. Поскольку интересно, как это будет выглядеть и не будет ли это слишком плотно. Я держу это на столе, просто чтобы показывать было удобнее. Но на самом деле, если вы положите это на колени и будете продевать, вам будет значительно удобнее. Я сейчас немножко провяжу, потом выключу камеру и положу на колени к себе. а хам! ем Субтитры сделал DimaTorzok Или уже с готовой работой. Как пойдет. Ребятки, я тут методом пробы и ошибок делаем. Итак, продолжаем делать ковер от середины. Как я уже вижу, уже здесь плотнее вязка, плотнее ворс получается. И оказалось, что с изнаночной стороны гораздо легче набирать эти петли. Во-первых, видно, где именно через одну продевать. А во-вторых, не нужно отодвигать ворс, чтобы увидеть. Здесь он вообще не мешает. Вот таким вот образом продеваю. Конечно, сейчас я показываю это все на столе, но я работаю, оно у меня на весу все. И потому на весу полегче. Сейчас я попробую устроиться так, чтобы и на камеру было видно, и чтобы мне было удобно. Вот таким вот образом. Получается, все петли перед нами. Получается, все ячейки перед нами. Очень удобно скорее вот так вот продевать. Даже поворачивать не нужно. По кругу просто идем. В конце ряда добавляем еще одну ячейку. И идем дальше по кругу. Главное, сразу видно, что нитка затянута. Сразу в правильную ячейку. В общем, когда вы вяжете через одну ячейку, то вот так вот намного удобнее. С изнаночной стороны намного удобнее вяжется через одну ячейку, чем с лицевой. С лицевой это было практически невозможно. КОМ-КОМИЧНОК и с лицевой. КОМ-КОМИЧНОК и кастрюлю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видите, мы оставались немножечко сверху, немножечко с краем Подводя итог работы, ребятки, скажу, что этим ковром я довольна больше Он выглядит пышнее, плотнее, ощущается мягче И выглядит таким немножко запутанным, это тоже интереснее смотрится, чем когда каждая петелька видна И изнанка выглядит вот так И тут четче видно, сколько осталось резинового коврика И видно, конечно, где прятала нитку Уплотнение все равно видно Всем спасибо за внимание! Надеюсь, мастер-класс вам понравился А с вами была Нелана Сонс Всем пока-пока! До новых встреч!